всем привет с вами алекс канал берег лап всем землетрясениях вулканах начинаем обзор солнца и посмотрите вот сектор где-то в районе двух трех часов может быть четырех часов что происходило на выходные дня и ну мы видим вот видите такую фокусную четкую прям вот выброс происходит сначала растет как будто кулак потом видим что вот он происходит да такая вот сфера и как голова стик полетел куда-то в межзвездное пространство ну и потом происходят дополнительные сполохи в этой же зоне вот я думаю что это 29 41 была ответственна зона но на самом деле мы видим что ребята в общем-то с трудом определяют точнее решили вообще не определять кто ответственный за эти вспышки серии c но вот самая большая была c 72 то есть не так уж и далеко от м-класса поэтому им класс здесь 25 процентов ставит c класс 75 процентов хотя последние часы мы видим что все довольно-таки тихо даже до уровня c не доходит и если посмотреть на солнце то ну мне кажется вот здесь вот в этих зонах что-то происходит происходило они отворачиваются от нас вот здесь видим протуберанец чуть ниже да вот здесь еще один протуберанец отлично видно это южная полярная дыра но вот что здесь интересно в настоящий момент две активные зоны 1 и 2 вот здесь но пятна только в одной но мы как всегда смотрим на будущее что нас интересует мне кажется вот здесь вот будут пятна вот в этой зоне а здесь мало вероятно но поживем увидим у нас 29 45 29 46 вот появились он 45 отворачивается а вот 46 как раз она представлена активной зоной но сейчас мы видим что общее количество пятен у нас 23 в по факту дохождения выходила до желтого уровня то есть красного уровня не случилось и сейчас в общем-то геомагнитная обстановка стремится к норме мы здесь видим по вулканам 41 вулкан при норме 40 а в общем-то на манижности те же немножко здесь обсуждается взрыв на сангай а также санте агуита в гватемале у нас происходит активность ну вот я хочу сказать что может быть судя по сейсмической активности если вы обратите внимание на заглавие последних выпусков вот на кавказе и за кавказе явно не спокойно становится а ну как вы понимаете мы переходим плавно к сейсмической активности всего сейчас 136 землетрясение магнитуры 2 и выше при норме 150 что в общем-то ниже нормы и показывает регулярно в последнее время у турики авика 2 и 7 а здесь в северной атлантике и хребет реки нас 4 9 на глубине 10 километров и 4 7 на глубине 10 километров северная италия дает у нас 41 на глубине 15 километров вспомним что это уже не первое землетрясение в этой зоне на прошлой неделе был и были тоже четверки вот здесь у нас двоечки на в районе гибралтара 31 на юге грец и на крите двоечку здесь северной македонии 2 и 9 3 1 на юго-западе турции и вот у бурса здесь 2 и 9 но теперь рассматриваем топовое землетрясение этого выпуска здесь значит смотрите мы рассматривали казбек вот здесь в кавказском хребте а это на границе грузии и армении произошло и в общем-то хорошо ощущалось даже тбилиси там телекамеру все это сняли и опять фигурирует этого к 0405 этот вулкан он плавно рос он где-то мерцал раз в неделю такие может быть раз две недели небольшие землетрясения в районе тройки иногда четверки случались но сейчас видно что ставки выросли 5 4 на глубине 10 километров далее там же еще произошло 36 на глубине 0 километр писать прям на уровне моря произошло так и 42 на глубине 2 километра очень неглубоко на поверхности практически что говорит о том что это так или иначе связано с вулканом и тут еще подписывается еще один вулкан а рогат уже со стороны армении но конкретно какой вулкан пока нам не важно нам важно что что вот в этой зоне что вот в этой зоне у нас сейчас происходит рост сейсмической активности и он направлен в одну сторону ну и плюс еще узер ван здесь 3 0 а также отметилась так смотрим теперь в азиатскую часть и здесь у нас 3 и 9 мьянме двоечка на востоке индии 33 в таджикистане глубина всего лишь один километр и 42 стороны китая то есть средняя азия активность уже растет в кемеровской области две двойки но вот вам опять 42 в красноярском крае на глубине 10 километров и 42 на со стороны хупсугола на глубине 10 километров байкал за байкале молчит байкал уже долгое время матч и а видим что вокруг да около ходит адриановские острова 37 на глубине 10 километров 44 у хоккайдо на северной японии 49 31 45 к югу от японии глубина 32 километра вулкан кутина рабу не было такого кутина раба 45 на глубине 10 километров рядом с тайванем на восток чуть-чуть и вот еще такая серия здесь но тоже назревал вами мы видели что там потихонечку потихонечку активность конечно росла теперь у нас два по 5 и 7 здесь 10 километров 10 километров и еще у нас здесь 47 48 все на глубине 10 километров и 46 на глубине 10 километров так ну чувствуется чувствуется теперь смотрим филиппины интересно что все филиппины молчат за исключением южных филиппин где 46 произошло на глубине 81 километр маловского моря 42 на глубине 10 километров еще здесь две троечки три троечки на словесе и три двоечки так 45 у нас здесь на север от суматры глубина 10 километров смотрим на юге у нас 41 на глубине 10 километров тоже произошло две тройки по югу от я вы здесь в районе острова флорес у нас четыре тройки еще и двоечка в море банды у тимора 42 392 километра у амбона у нас 41 на глубине 10 километров 30 на севере папу 42 прямо в центре папу глубина 57 километров так давайте посмотрим что у нас здесь еще интересного вануату 54 на глубине 10 километров у уоллеса футуна 46 10 километров 48 224 километра 44 524 километра 46 кермандек 429 километров 45 28 и 3482 и 3124 плюс три тройки у северного острова и вот на южном здесь 45 на глубине 69 километров плюс там еще и 32 так смотрим антарктида ничего не свои в центре африки пошло 49 на глубине 10 километров вулкан кьятва не было такого вулкана и 47 на глубине 10 километров в бурунде произошло вот так то еще и центр африки просыпается много-много необычных землетрясений 37 со стороны канады тоже редко здесь бывают пять километров по югу аляски здесь это три тройки а вот здесь 44 на глубине 10 километров и 32 на глубине 10 километров на гавайях у нас 33 на глубине 6 километров здесь лойхи вулкан и 30 на глубине 42 километра вулкан келава южная так это даже мексикой 33 на до уровня моря 770 метров выше уровня моря землетрясения и мне мексика 35 на глубине 76 километров так смотрим теперь что у нас мексики происходит у коли мы у нас пять троек сразу здесь 35 чуть севернее 40 глубине континента 54 километра 42 32 здесь три километра глубина 4011 километров и еще три тройки по побережью по югу прямо у рядом заливом здесь три тройки какой-то хучит а населенный пункт называется 37 сальвадор 32 коста-рика так смотрим теперь гаити 30 у нас у пуэрто-рико у нас по северу здесь две тройки здесь тройка и двоечка с юга 40 у нас на севере перу на глубине 13 километров и уехал так и смотрим теперь северной чили у нас ну здесь как обычно здесь тройки 4 тройки со стороны аргентины там на глубине 200 километров у нас получается тоже три тройки двоечки в центре чили и на юге 32 на глубине 40 километров это провинция био био традиционно ну что давайте подводить итоги очень интересное событие происходит за последние сутки конечно на первом месте это то что творится за кавказе южная сибирь не отстает на самом деле с этим вот смотрим про события в гуаме в окрестностях фиджи новой зеландии очень интересно но мне кажется подрастает мексике но конечно же центр африки ну а с вами был алекс канал перед лапшой отличное упражнение